всех приветствую мои родные любимые сердцу моим дорогие христа любчики и веганы все кто познал истину и живет согласие с ней я вас приветствую всем желаю всего самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни сегодняшнее название ролика зла не существует и у него нет природы вообще жизни будущего узла нету будущего зло не имеет никакого продолжения зло не есть жизнь зло есть смерть а смерть это есть конец конец это пустота это ничего принять эту аксиому жизни она не доказывает аксиома бог просто есть его невозможно доказать он просто есть две параллельно кто знает аксиомы математики допустим три аксиомы возьмем одну из них любую две параллельные никогда не пересекаются доказать это бесполезно это просто утверждение кто не знает что такое слово определение слова аксиома забейте его в интернете и узнайте это положение которое кладется в основу любой науки и на основе не этих аксиом строятся теоремы и доказываются эти праве правоверность и праводействие так скажем этих теорем но сама аксиом она недоказуема она просто есть это утверждение зла не существует доказать этого я вам не могу это просто есть это бог потому что бог есть бог есть истина и это истина абсолютное бессмертие вечность абсолютная свобода и абсолютное добро или любовь как хотите любое слово свет благо счастье радость мира все это одно вот эти три аксиомы бытия вечности бога его природы и всей природой нас окружает и природы нас самих она просто есть они просто есть они недоказуемы принять это одну из них невозможно без принятия остальных сегодня мы в частности поговорим о зле но о нем бесполезно рассуждать даже как об аксиоме если вы не принимаете другую за все что бытие бессмертно она вечно мы с вами никогда не умираем никогда не умрем и никогда не настанет конец нашей личности никогда не настанет конец никакой личности существующей в природе никакой ни одной молекулы или атома бытия не придет никогда конец они были всегда они есть и будут всегда свобода на свободе что говорить вот мы говорим ты свободен принимать это или нет от принятия или не принятия этих аксиом даже самих аксиом да у нас получается замкнутый круг на свободе ты становишься просто либо счастливым либо нет ты остаешься свободным принимать это или не принимать и жить в соответствии с тем решением которое ты изберешь примешь это любовь свободы бессмертия будешь жить с осознанием вечности кем чем ты являешься и живя в добре ты попал обретешь абсолютно счастье не примешь ибо ты свободен ты свободно изберешь смерть и абсолютно свободно измерю изберешь собственные страдания и несчастья ибо творят зло ты никогда не будешь счастливым эта теория а теперь поговорим о практике посмотрите вы знаете всегда говорю что мои проповеди они жизненные они деятельные они призывают к деятельной святой жизни они призывают к деятельному покаянию в грехах своей жизни изменение своей жизни в противоположной им добродетели и они естественно всегда и обращаю на жизнь на то что нас окружает всех посмотрите злые люди существуют существует зло даже в мире животных потому что грех вошел с человеком и как апогей всего как маленький бог все за ним покатилась с них после первого его грех падения но посмотрите на всех людей на земле пусть даже сегодня творящих зло он сегодня злой причем может какой-то определенной сфере в какой-то он добрый или хороший или умный или честный но в другой он плохой конкретные поступки и посмотрите в общем на жизнь этого человека любого можно начать конечно себя в идеале но и и и все так боятся осуждать по заповеди библии когда иисус говорил не осудить никого он говорил абсолютно другие вещи о чем очень часто говорят религиозники иисус говорил об неосуждении на смерть о чем мы сегодня и говори и будем тоже говорить это о чем и говорил иисуса любви к врагам когда мы врагов так называемых не осуждаем на смерть не лишаем их жизни не лишаем их здоровья мы говорим им правду и проповедуем истину вот о чем говорил иисус но он не говорил не смотреть на других не анализировать свою или жизнь других иначе все евангелие противоречит собственным словам иисуса он прямо косвенно в толпу лично публично людей обличал в грехах говорил им правду и говорил в том в чем они неправы давайте посмотрим я вот и бывал ибо общался так с богатыми людьми ну носить на богатых у всех свои мерки да вот они едут в машине парень и девушку он своей девочки телочки показывает красивые картинки малибу гавайи амстердам париж москву да и говорит ой как там красиво заметьте он хочет в эту красоту он показывает богам и горит ну чё полетим смотри какая красота то есть сам он нехороший человек лично я знаю что он творит много зла но со своей девушкой он хочет получать удовольствие от нее вместе с ней от чего либо другого божьего творения природы людей вещей животных смотри какой красной какая красивая обезьянка смотри какие там красивые сады вкусные фрукты то есть даже самый злой человек богатый когда сидят в общем кругу они такие же как и бедные они сидят покосов смотри где бы могли как классное там видео показывает фото скидывает то есть он радуется этому всему то есть он стремится к свету ему стремится к радости и к счастью они делятся друг другом да при этом когда он едет в этой машине крутой он из этой же машины может срать спокойно на всю остальную природу там где он живем выкидывает пачки бутылки и все на свете оттуда у него да он может выкинуть баклажку из-под масла но ехать он хочет туда где красота то есть заметьте человек конечно же мы живем в безумном просто мире где человек когда он не познал истину мы просто смотрим на этот мир он просто безумен он абсурден мы одной рукой лечим другой калечим одной любим другой ненавидим одной помогаем другой убиваем спасаем другую она помогаем другой подставляем палки в колеса мир безумен мир грешных людей не святых он безумный он антинамичный мы одних зверю щек любим других убиваем он безумен мы одних детей своих почему-то любим или своих близких родственников других мы можем ненавидеть мы любим своих родителей но другую бабушку на дороге мы можем которая может быть даже даже вопереки правилам дорожного движения переходит дорог не то мы можем облаять ее обласкать всеми всеми на чем свет стоит всеми матерными негодными словами но при этом свою маму я и ехав этот момент к своей маме мы приедем ее нежно поцелуем в щечку старушку матушку но при этом только что такую же старушку на дороге мы с ног до головы облили всеми помоями какими только возможно это безумный мир но в принципе мы видим что зла не существует что даже все фашистские идеологии в корни их лежало благо просто когда это благо небесное царство на земле пытаются построить грешники получается от потому что во первых рай не строится на костях рай для потомков как говорят не строится на костях родители или дедов до второе рай для маленькой кучки нельзя построить рай для так взять отняв рай у такой же кучки других людей до или за счет или сделать этот рай для маленькой кучки за счет ада для другой кучки причем не кучки а уже кучище других тебе подобных существ посмотрите ну все все знают современный мир очень хорошо великую отечественную для россии или вторую мировую для всего мира фашизм всем известны слова я тоже часто к этим вы знаете прибегай этой жизни почему игру все связано с жизнью все так ненавидит гитлера но разве гитлера разве не было жены была разве не любили друг другой говорят там тоже любовь морковь и них было души друг друге не чаяли разве его приспешники там гиммлер и всякие эти посмотрите у них там жены по 5 10 детей у многих было собачки кошечки там просто любовь морковь у них было при этом они тысячами зарезали собственноручно некоторые генералы очень любили это дело до пытать убивать но при этом домой он приезжал к любимой любящей якобы жене у нее пять детишек всех целовал обнимал человек безумен но при этом получается в корне в своем он стремится к благу к собственному счастью до безумный человек в грехе он не понимает что зло пожирает само себе если то что он делает его поступки в при спроецировать в вечность они замкнутся на нем и никакой вечности нет он обернется в круг потому что этот круг замкнется на нем самом ты берешь тысячу человек и почему ты выделяешь из них 100 негодных хорошо ты их убиваешь если в тебе корень лежит ненависти в принципе ко всем кроме меня хорошего ты найдешь причину убить еще 100 из этой тысячи из 100 которых ты уже убил их останется 800 ты найдешь еще причину убить еще уничтожить 100 чтобы их осталось 600 500 400 300 200 10 5 2 вы останетесь вдвоем на земле ты сделаешь его своим рабом сделаешь ты с кем ты будешь разделять счастье вы знаете любой человек негодный человек можно не только убить человек собственноручно можно довести до убийства так все знают есть даже статьи в законе доведение до самоубийства до довести адской жизнью человека окунув или погрузив или создав вокруг него адские условия адскую жизнь конечно любой человек животное может покончить с собой или просто не выдержать до в концовке ты останешься один либо тебе придется любить этого человека одного либо тебе придется как вот безумном мире хотя бы на половинку как говорят вы знаете действительно что сравнивать иногда крепостной строй вот современной демократии так называемые свободы какой который якобы в 21 веке якобы существует и говорят что раньше хотя бы помещик ну как бы вынужден хотя это же знаете такие все это так это больше для красивого словца все такие тоже мысли но я вам скажу конечно смотрят в каких системах сравнивать все что якобы даже помещик там ну вынужден был дать своим крестьянам жилье какие-то хибары кормить их вот на каш не так были помещики которые просто ненавидели также людей к своих крестьян ничем не давали мучили их только избивали насиловали и прочие вещи вытворяли и никакого дела не было они разорялись были такие просто пустые люди которые годны вот именно разрушали все вокруг себя нет были просто были конечно и мудрые более-менее но опять же знаете человек который держит другого в рабстве даже в крепостном праве это и было рабство просто в россии по-другому названы чем в других странах нашей необъятной земли на самом деле это люди не сильно отличались от тех кто были плохими помещиками это не в моих глазах это в глазах истины есть лучше когда помещики оставляли свое поместье так скажем начинали работать своими руками один известный случай это лев николаевич толстой очень великий человек я все-таки считаю несмотря на все его тоже там казинаки какие-то может быть кого-то не устраивающий человек действительно великий хороший не за поэму война и мир да а действительно за свое познание истинный и исследование и проповедь делом и словом этой истины людям которым дело кстати очевидно из любви к божьему мирозданию хотя как такового самого бога непонятно как он принимал ну вот и по поводу зла поэтому вот этому злодею когда их останется двое раб и господин ему придется даже раба любить почему зла в концовке у него нету будущего как она возможно все так боятся конечно же по религиозным бредням вы знаете мирозрение таких всех как православие католицизм протестантизм мусульманство там прочие бредятины иудаизма что есть там вечные муки вечные радости для одних и вечные для других это бредятина конечно который по тебе под собой не имеет никакого отношения это бредятина людей не познавших истину люди познавшие истину принявшие вот эти три аксиома три природы бытия который просто есть некоторых христолюк проповедует нет это просто есть и каждый из вас в сердце знает что это так и люди конечно не познавшие этой истины несут вот эту ахинею конечно же никакого вечного ада для каких-то грешников и вечного рая для каких-то там святых нету все когда-нибудь придут в познание истины вопрос когда а когда ответ на этот вопрос никто не знает даже даже сам бог потому что человек остается по одной из их всем свободен потому что бог свободен все свое бытие наделено свободой то что он его дал бог всячески во всем просто проявляется он не может отречься от свободы от бессмертия и от добра и любви которому является хотя это антиномия при этом уже свободе но он свободен и никогда не избирать зла и мы такие же но мы избираем но мы можем стать богами стать настоящими богами когда никогда даже перед страхом якобы смерть хотя познавшийся к истину уже понимаешь что смерть просто не существует перед смертью вот этой вот этого мира временного где есть как бы якобы есть конец да человек уже ничего не боится и спокойно остается пребывает в истины и никогда не сделает зла даже перед лицом мучений страданий даже самой смерти никогда никакого зла не сотворит никому и поэтому конечно же вот это знаете откровение для каждого человека который мне в свое время я познал это нам другим вот благовеству конечно делает тебя счастливым ты все понимаешь теперь ты понимаешь что зла просто нет а она не имеет просто сущности иначе она пожрет само себе кому ему творить зло крайняя степень зла это смерть убийство прекращение жизни все задушить это крайняя степень ненависть уничтожить любой объект который в твоем взоре когда ты уничтожишь всех все так боятся сатану деницу ангела света до высшего ангела сотворенного также богом который был абсолютно светил чист и великолепен ну что он будет делать но уничтожит он всех и что он будет делать один не ничего все очень любят кушать трупы убитых животных ну хорошо вы всех животных сожжете бог прикроет чрево животных что больше они не плодились хорошо вы сожрете дальше чего будете делать начнете жать друг друга хорошо вы начнете жать друг друга сожрете всех кроме себя самого что ты будешь делать себе ногу откусывать зло добра очень легко определить вы знаете вот этот закон жизни потому что мне очень часто задавали ну это вопрос хорошо ты много рассуждаешь любовь свобода к бессмертия свобода еще понятно любовь добро свет благо что это такое есть одно понятно всем определение вы знаете я тысячи раз перечить перечитал евангелие за свою жизнь насколько я еще параллельно всего перечитал и казалось бы я тысячи раз читал эту строку поступай с другим так как ты хочешь чтоб поступали с тобой в этом весь закон и весь и все пророки я тысячи раз читал эту фразу это что я когда она мне открылась в полноте она стала сущностью моего бытия когда я все понял я столько перечитал предания всяких религиозных мировоззрений сект истории церкви мира разных людей философии наук и вы знаете я не мог тоже успокоиться как бы и эту истину познаю и вот еще пытаюсь охватить все как будто там что-то мне не хватало а во концов конечно когда ты приходишь к этому и все даже евангелие прекрасная реальная история о явлении бога во плоти сжимается у тебя до этого одного стиха который бог ешься во плоти пытался до всех нас донести вы скажете зачем тогда евангелие так много даже написано тогда по сравнению с одной строчкой а все евангелие это реальная жизнь бога ешься во плоти это пример того как он это этот закон исполнял собственно сам потому что можно сколько угодно говорит человеку болтая языком но если ты сам этого не делаешь вряд ли человек поверит тому что ты говоришь и господь наш и бог воплотившись явил нам как надо исполнять пример его и в этом евангелии мы видим конкретные частные случаи как иисус исполняет этот закон там там общаясь с тем делает тот и так далее так далее так далее вот и все а так все евангелие в одном предложении вся блага весь вся истина вот в одном предложении из трех постулатов один который разворачивается более подробно бессмертие или вечность свобода выбора мысли как хотите и любовь добро свет она в том что поступать другими так как ты хочешь что поступали с тобой все этот закон ведет в жизнь вечную этот закон он и дает тебе абсолютное состояние блаженства в мире лежащем возле конечно же эти поступки грешникам они не кажутся не просто выдают их за зло очень часто они считают что ты должен тогда всем лизать ноги всем целовать туфли да раз ты любишь врагов но не забывает о том что когда ты проецируешь на то как ты хочешь что поступали с тобой ты бы так и поступал ты действительно говоришь человеку и в грехах да ты никого не убиваешь убийство крайняя степень ненависти зла христианин он никогда никого святой человек он никогда никого не убьет он никогда никого не покалечит но он будет говорить и делать он будет защищать спиной грудью он будет вставать между обидчиком и обижаемым он будет заступаться словом и делом делами не подразумевают брать саблю и рубить голову я подразумеваю все что угодно только не это я не могу все описывать конкретные случаи как это происходило вы помните иисус сказал и сколько раз пытались найти и убить самого иисуса в частности и его учеников но все время в проповеди иисус говорил такие вещи особенно в конце что всех кого ты дал мне но якобы обращаясь к небесному отцу говорил никто не погиб и никто не отнят из руки моей из руки твоей как кроме того кто сам захотел погибнуть кроме иуды до всех остальных все все целые сохранны христианин конечно же святой человек отцом который является творец и создатель брат и друг и жених господь и бог наш он живет спокойно ему ничего не будет а если чё и будет он бессмертен что убивать бессмертного что что ветер палкой бить ну убьете вы вы лишь эту одежду сбросьте и все ну что я дальше пойду и поэтому конечно же поступать другим так хочешь поступать другими я бы хотел чтобы не говорили правду поэтому я сам это делаю да это правда неприятно грешникам она жжет уши глаза ноздри все на свете кожу потому что ты это говоришь им это неприятно но ты понимаешь что только этот путь возможен в вечности к того что все обрели эту полноту счастья поэтому когда говорят что очень много меня окружает людей тоже бывает якобы даже мнящих о себе что святых они ведь ну дух все святой сам сделать я чё я буду делать я маленький человек нет это не так зачем тогда господь приходил показать например он показал и завещал более того нам показывать этот пример всем остальным вот так вот поэтому по поводу природы зла конечно же зло существует только в момент его творения вот и все она тут же пропадает когда его перестают творить она нигде не хранится она нигде не живет она есть только тогда когда его творят потому что даже когда ты кого-то злодей кого-то убил этот человек жив и убить невозможно да он совершил зло да он сделал грех но через секунду его уже нет поэтому конечно святые люди почему ты познавая эту истину ты начинаешь любить всех ты понимаешь что в принципе даже вот этот человек творите зло он сам мается дурью он сам живет в аду ты-то от этого не страдаешь когда он носит тебе зло ну в этом мире у тебя есть маленькие огорчение то кто переживал то о чем сейчас рассказываю что переживал я ты уже перестаешь до на людей как-то там я не за это реально меняется природа в человеке и ты не гневаешься ты не злишься не раздражаешься на то человека ты не желаешь ему зла ты не желаешь ему того же даже самого инсту что ты желаешь чтобы он изменился и конечно же он изменит только что получив относительно себя точно такие же действия мы по-другому не воспитываемся и поэтому я конечно же верю в то что господь говорил что будут разделения я этот пример на привожу поступай с другими так как ты хочешь что поступали с тобой вот эти люди которые ко всему миру относятся так к чему-то чуждому вот есть я моё эго и максимум есть какой-то кружочек лиц за счет которых я получаю удовольствие за счет меня все остальные мне на них насрать эти люди познают почему они возможно рюю у бабушек грабит своей мамочки покупают подарочки эти люди познают конечно то что они делали по-другому не научиться почему господь говорил о разделении почему эти разделения будут в мироздании только потому что по-другому не тоже бог плохой не то что будет какие-то вечные разделения на вечные грешников и вечно святых до пьющих небесное вино в небесном царстве а грешники мучаясь в вечном аду нет потому что это будет временные ступени но они будут тоже по-другому люди не понимают а почему они нужны потому что если на этом этапе и вот эта жизнь будет вечно это будет вечный круговорот ада потому что святые люди никогда не поступят с грешниками так как грешники поступают с ними получается человек никогда на себе не испытает то чего он делает другим поэтому конечно же бог будет разделять всегда и действительно я как христианин верю во второе пришествие иисуса христа верю что будет разделение потому что по-другому не понять по-другому не понимают люди вот когда эти грешники окажутся с такими же грешниками как они и когда просто все равно грешник грешнику роль рознь и какой бы этот злой не был знаете нету против лома нет приема если нет другого лома побольше его и покрепче и вот когда этих двух грешников но все-таки один поменьше грешник или послабее внутри может быть таким же дьяволом как этот злым но одарены они разными от бога физическими там умственные способности и когда тот начнет пожирать этого сильный пожирает слабого тогда он все поймет естественно как святой человек сможет научить этого грешника уроку кнута кнут и пряник всем нам известная природа воспитания и познания истины святые люди познавшие истину воспитывают и дают пример и открывают путь истины познание истины через любовь проявляемую грешником злые люди так уж получается выполняют такую же может сказать функцию для обмене злых когда учат их кнутом творя против них беззаконие больше беззаконники творят зло уже к менее беззаконника вот и все поэтому конечно же это будет эти ситы будут существовать всегда не зря мы знаем такие понятия из разных религий мирозрения как круги круги и ступени этажи ады рая первое небо второе седьмое поэтому конечно же все это будет любой человек познавший истину понимает то о чем я сейчас говорю возьмите сито помните сито любой сито у него всегда есть какого-то размера ячейка и конечно же какие ячейки какие камешки знаете как золото добывают золотые камешки и конечно же когда будут крупные камешки они сюда не проскочит полные большие как господь сказал ну вы помните я конечно скажу и расскажу вам напомню кто не знает притчу иисуса его образ он давал говорил что гумно свое что такое гумно это то место куда собрали все с поля покосили там неважно какое зерно пшеницу рожь и там все как в колоски в которых есть и пустые зерна и пустые колоски и наполны гумно это верх поднимают лопатками подкидывают ветер все легкое все пустое сносит все полное наполненные наливной колоски естественно падают все равно на землю и так очищается гумно как господь и говорил я приведу другой жизненный пример это все библейский знает знаете как золото добывается вся мелкие камешки просыпаются вниз а крупненькие наливные все остаются наверху вот так и будет потом берется более мелкая ситечка да там уже более мелкие отверстия такие будут туда уже конечно и такие не проб не попадут камешки туда уже еще меньше получать что такое большие маленькие камешки святой человек он всегда большой не широкая душа он прекрасен он полный и он всячески во всем он альфа-омега он ни в какую дырочку не пролезет что такое злой человек это мелкий человек душа его маленькая жалко и ничтожное ничтожество маленький человек творящий беззаконие против любого творения божьи это вот микроб он естественно проскакивает вот такие вот естественно заметьте на каждом этаже остаются равные камешки на одном этаже одного размерчика на другом поменьше на третьем еще поменьше еще поменьше и вот так вот эти камешки остается я верю в эти разделения как господь и говорил конечно же святые люди от грешников будет отделяться потому что как я вам еще раз повторюсь сказал уже как святые кнутом научат грешников правде жизни никак они на это уже не способны до то же самое делает с нами господь господь абсолютно любовь все зло которое творит на земле творится якобы кто знает как написан весь ветхий завет и библия как бы бог там кого-то посылает то евреев негодных уничтожать то наоборот евреев нет это все делали абсолютно люди я не знаю почему так библию написали люди извратив ну я верно знаю ответ потому что бог опять дал свободу и люди писали что хотят как хотят от имени бога вкладывая ему в уста да и в письмена и в руки все что захотят конечно же бог сам никого никогда не убивал не повелевал убивать все это делают люди бог лишь что делает как и святые люди умоляются мог попускает святой человек погибает сам как это сделал иисус это его жертва его подвиг любого святого человека может взрастить посеять семена в сердцах людей и взрастить добрые плоды и на свои вот этим подвигом примером какой-то какого-то святого поступка особенно жертвенной любви даже защищая жизнь или любовь и добро и истину ну а те грешники как раз которые злые и все это поддерживают зло обличаться еще больше да я стану столько с такими же как они так что вот так вот поэтому конечно же все вкусят плоды своих дел поэтому но при этом опять же я говорю настоящий святой человек познав это он понимает что ты не можешь ненавидеть вот слова такие ты не можешь ты должен заповеди они они исполняются не из-под палки это просто природа бытия человек либо принимает и и сам становится счастливым он не должен их принимать но если он их принимает он обретает полноту счастья на самом деле все люди все когда-либо родившиеся живые существа люди в частности ангелы или как их называют бесы все абсолютно прекрасно в душе своей и когда-нибудь покаяться и когда этот человек кается кто в своей жизни испытывал такое когда человек сотворивший против тебя зло перед тобой искренне кается искренне хочет исправить ситуацию просит у тебя прощения хочет возместить все что он тебе сделал зла и еще сверху что-нибудь надать чтобы загладить твои как в суде это говорят да возместить ущерб какой он тебе нанес там моральный который там не измеришь да у тебя нереально теплые чувства просыпаются к этому человеку это те же фразы и мысли которые рассказывал иисус о том что на небе об одном кающемся грешники радуются тысячи ангелов это можно перевести все на душу что твоя душа ликует действительно вот такой вот от такого вот чуда в жизни происходящее когда ты уже привыкаешь жить в кругу святых людей которые не делаете зла не каяться перед тобой вы просто пребываете в раю общаясь и живя там друг с другом то когда на пути твоем именно грешник приходит в покаяние то конечно это радость конечно же в раю в царстве небесном и перестанем испытывать этих радости там будут только святые люди но здесь на земле и это не есть хорошо что мы здесь этому так скажем радуемся в вечности таких радостей должно потому что не должно быть грешников вот так вот и поэтому конечно же истинный святой человек он всех любит он всем желает покаяния как это сказано о боге и не хочет смерти грешника но чтобы обратился и жив был каждый человек и так и будет но на сегодня мы как и господь и бог наш строгий отец когда мы общаемся с грешниками запомните это навсегда мы натягиваем на себя неважно какой у вас уже бога по познавшая любвеобильная полная духа святого духа любви сердце пылающие горящие вы на себя надеваете вот такую вот строгую маску и грешников говорите правду обличаете их грехах отстраняетесь от них как господь отстраняется от грешного человека если тот начинает просто упорствовать во зле не утопать даже заметьте а упорствовать он идет против бога бог отступает ты хочешь в этом вляпаться ты был хочешь в этой блевотине валяться я отстану тебя в книге судей в библии есть такой момент где уже израиль так называемый народ до еврейский так достал господа что господь им сказал я оставлю вас и вы познаете что такое быть без меня богооставленными нож когда бог оставляет человека вокруг него загущается вся тьма и он вкусе то что он вытворял и тогда он покаяться тогда в чем любовь что такой бог что такое любить врагов это когда кающегося человека ты принимаешь тут же без оговорок без причин без каких-то условий ты радуешься и принимаешь ее и веришь ему не важно что он завтра может еще раз отвалится но сегодня ты видишь его и ты чувствуешь может быть он тебе обманывает ты вправе выбирать и размышлять и чувствовать доверять своему сердцу ему но если ты веришь а действительно кается ты принимаешь его причем снова и снова и снова в притче о блудном сыне там конечно больше сын не косячил но вы помните был случай с апостолом петром когда он беседа иисуса и когда пётру все-таки спрашивал насколько прощать то мне человеку против меня согрешившему брату там неважно иисус сказал до бесконечности но он сказал немножко другой фразы другой мыслью другими символами до семидесяти семи это означает слово символ бесконечности но при условии что кающимся там контекст именно такой да то есть прощать прощать можно что когда человек кается это огромная разница это отпустить в сердце но не позволяет ты не можешь грешнику говорить да да я ты да ты не ты не отомстишь не что такое любовь к врагу человек против отворит зло ты не мстишь ему ты не наносишь вреда ты не желаешь ему зла ты даже сколько можешь еще проявишь к нему любовь чтобы поразить его этой уязвить этой стрелой любви но это не говорит что бежда да ну ладно ты против меня створил зло спасибо тебе нет такого никогда не делал иисус никогда не заповедовал ты наоборот ты скажешь человеку ты против меня согрешил ты сделал мне зло ты сделал мне больно вот это очень важно понимать вот такие вот дела мои дорогие конечно же познание этого я всегда буду повторять делать и абсолютно счастливым несмотря на все вот эти этой земной жизни мира лежащие возле невзгоды трудности неприятности когда нас поносит убивают или еще что-то до крайней степени начиная с маленьких оскорбляют где-то подставляют кончай даже убийство нас мы все равно счастливы это все сбывается слова обещания обетования иисуса христа который даже в одном приложении в одном тезисе в одной проповеди и благовестий и обещаниях нам говорил что блаженны то есть счастливы когда вас будет поносить убивать он говорил именно вот о таком состоянии в котором я сейчас нахожусь и проповедую вам состояние познания истины и тогда ты все конечно понимаешь и даже когда у тебя все эти невзгоды кто видел мои беседы с людьми как я общаюсь в реальной или виртуальной жизни по skype в переписках некоторые не познавшие истину люди осуждают меня конечно тычут мне пытаются меня там воспитать ведь мои надо строгие твердые сообщения или личное общение когда общаюсь с грешником конкретно с человеком который порой даже сам свидетельство себе что он творит беззаконие там убивает животных предает людей там или еще что-то благовествует зло смерть чушь всякую религиозные культы обряды жертвоприношения всякого зла в мире хватает не буду все перечислять убийство человеков даже до побить камнями за измену до сих пор проповедует по исламу там или по торе или по культом псевдо христианским православик тельцизм протестантизм и там до этого тоже могут дойти доходит иногда до разных бредятин чего иисус вообще не заповедовал то конечно же это просто моя маска моя маска того чтобы человек увидел то что он творит зло никогда не улыбайтесь на зло никогда ему не потворствуйте никогда не делайте вид что зла не творится сам творится против вас или против кого-то это не есть любовь к врагам как пытаются тыкнуть тем же самым святым людям нет любой программ проявляется именно в говорении правды в делах правды и добра в их сторону но это не говорит о том что ты не обличаешь их возле и и иначе тогда все евангелие иисус христа его жизнеучения просто абсурдно и просто нелогично и просто с этим не состыкуется потому что иисус именно так и делал он никого не убил он будучи начальником жизни что мне вся поражала он не отнял ни одной жизни даже тех кто творил против него невероятные беззакония вот это пример жизнь но при этом он говорил что они творят неправду и они вкусит все от своей беззаконии ибо придет вся кровь на них неправедная пролитая откровили убитого авеля каина докровили до крови но тогда на тот момент он говорил о захаре оба отце и они крестителя убитым в храме так что вот так вот он говорил он прям он говорил что их отец дьявол те кто искали убить его потому что он человек убийцы и они творят его дела он и прямо это говорил в лицо вы дети дьявола ибо хотите исполнять похоти отца своего не забывайте об этом не когда мне на этом все я надеюсь эти видео помогают вам на пути святой жизни в небесное царство изменению своей жизни в любовь добро и бессмертия до в то чтобы действительно стать светом этого мира солью и пусть и крестным и узким путем тяжелой земной жизни с поношениями поруганиями оскорблениями ничижениями за тот свет который все мы святые люди несем но который помогает всем вокруг вас те кто хоть как-то этим светом готов зажечься этот путь ведет вас в небесное царство к нашему господу и богу творцу раньше других хотя когда-нибудь там окажутся все вот и как Субтитры создавал DimaTorzok